Мусорный вопрос – одна из главных задач большинства городов России. Это относится и к Десногорску. Но пассивно ожидать перемен к лучшему не в правилах жителей, например, 8-го микрорайона. Износа где-то и отсутствие мусорных баков заставил горожан действовать. Жители деревни Сосновка, а также жители 8-го микрорайона, так называемая тоже Сосновка, обратились к мне с своей проблемой. По работе регионального оператора по вывозу бытовых отходов. То есть в этих населенных пунктах и микрорайоне 8-м отсутствуют контейнеры для вывоза мусора. Депутат Десногорского городского совета Юрий Деваков обратился в администрацию города. И уже скоро совместно с Комитетом по городскому хозяйству и жителями 8-го микрорайона удалось определить места для размещения новых контейнерных площадок. Но требовалось найти источник финансирования, а это почти 800 тысяч рублей, которых в бюджете Десногорска не было. Я инсцентировал обращение к директору атомной станции Павлу Алексеевичу Лубинского. Павел Алексеевич подошел к этому вопросу очень внимательно, обратился к концерну Росэнергоатом. И в результате нам были выделены деньги для организации места сбора и складирования мусора. Благодаря тому, что действовать удалось слаженно и одной командой, в канун Нового года запланированные контейнеры были изготовлены и поставлены в Десногорск по программе «Мой любимый город-2019». В конце 2019 года службы благоустройства по программе «Мой любимый город» при поддержке концерна Росэнергоатом были выполнены работы по устройству на территории муниципального образования 9 контейнерных площадок. И установки на них контейнерных баков. Всего было установлено порядка 30 контейнерных баков. Благодаря совместным слаженным действиям и неравнодушным жителям, обновками могут похвастаться 4-й и 8-й микрорайоны, а также деревня Сосновка. Следующие из своей задачи депутат Юрий Деваков видит в обеспечении безопасного движения на своем участке. Подробнее об этом расскажем в следующих выпусках. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Григорий Шилин, Александр Ерофеев, Десна ТВ.